Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду читать рассказ, как Новый год отмечали или праздновали раньше. Но сначала, знаете ли вы слова? Древний, ancient, дарить, to present, наступать, наступить, to come or to occur, урожай, harvest, издавать, to publish, указ, decree or edit, бриться, to shape, владелец, owner, кабак или трактир, pub or tavern, крыша, roof, хвоя, fir tree needles, выражать, to express, оставаться, to remain, палка, stick, and plural, палки, крайний, extreme, досада, vexation, получаться, to succeed or to work out. Слушайте, как Новый год отмечали раньше? Как Новый год отмечали раньше? Историки говорят, что традиция праздновать Новый год родилась в Мецопотании более четырех тысяч лет назад. Потом начали праздновать Новый год в Древнем Риме. В Древнем Риме была традиция дарить друг другу подарки. Сначала дарили вкусную еду, а потом стали дарить деньги. В Древней Руси, так называлась Россия в те далекие времена, Новый год праздновали в марте, но потом его стали праздновать в сентябре. Это было удобно, так как урожай был уже собран. Петр Первый, великий реформатор в Сея Руси, издал указ праздновать Новый год с первого января. Целую неделю народ шумно веселился, гуляли на площадях, катались, с горок. Бояре должны были бриться, пить, курить, танцевать с дамами. Вот тогда и появилась в России елка в середине девятнадцатого века. Ее стали украшать конфетами, мандаринами, яблоками, пряниками и другими сладостями. Верх елки украшали вифлеемской звездой. На ветках красовались свечи. Яркие шары на елке появились недавно, сто лет назад. Владельцы кабаков ставили елки на крышу и стояли они там целый год. Хвоя с елок падала, елки стояли без хвои. У елок оставались только палки. Выражение елки-палки выражает крайнюю досаду. Часто можно услышать, как говорят с досадой, елки-палки, когда что-то не получается. Надеюсь, что у вас все получится и Новый год принесет вам только радость и успех. С Новым годом! Слушайте еще раз. Историки говорят, что традиция праздновать Новый год родилась в Месопотамии более четырех тысяч лет назад. Потом начали праздновать Новый год в Древнем Риме. В Древнем Риме была традиция дарить друг другу подарки. Сначала дарили вкусную еду, а потом стали дарить деньги. В Древней Руси, так называлась Россия в те далекие времена, Новый год праздновали в марте, но потом его стали праздновать в сентябре. Это было удобно, так как урожай был уже собран. Петр Первый, великий реформатор в Сия Руси, издал указ праздновать Новый год с первого января. Целую неделю народ шумно веселился. Гуляли на площадях, катались в город. Бояре должны были бриться, пить, курить, танцевать с дамами. Вот тогда и появилась в России елка в середине 19 века. Ее стали украшать конфетами, мандаринами, яблоками, пряниками и другими сладостями. Верх елки украшали вифлеемской звездой. На ветках красовались свечи. Яркие шары на елке появились недавно, сто лет назад. Владельцы кабаков ставили елки на крышу и стояли они там целый год. Хвоя с елок падала, елки стояли без хвои, у елок оставались только палки. Выражение елки-палки выражает крайнюю досаду. Часто можно услышать, как говорят с досадой, елки-палки, когда что-то не получается. Надеюсь, что у вас все получится и Новый год принесет вам только радость и успех. С Новым годом! На этом я с вами прощаюсь. Напишите в комментариях, как у вас празднуют Новый год, о ваших традициях. Надеюсь, рассказ вам понравился и мы встретимся с вами в следующий раз. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok